Не успел и глазом моргнуть, как уже пролетел месяц года. Еще раз моргнешь, смотришь и как бы уже итоги подводишь и планы пишешь на следующий. Моргнул тебе 30, моргнул еще раз тебе 50. Рабочая неделя пролетает просто по щелчку пальцев. И в воскресенье ты уже не помнишь, что ты ел, что ты пил, что ты вообще делал, ее как будто не было. И снова день сурка. Как не проморгать свою жизнь, как сделать так, чтобы жизнь ощущалась длинной, наполненной и полноценной. Чтобы не было того чувства, что блин, а я и не жил-то вовсе. Вот об этом мое сегодняшнее видео. Здравствуйте, я Наталья Инспири, и это YouTube канал о том, как начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости. Если вы новенький на этом канале, то обязательно подписывайтесь. Если вы смотрите меня давно, то ставьте пальчик вверх, чтобы поддержать этот канал и это видео. Существуют два фактора, которые влияют на более наполненное и полноценное проживание жизни. Это присутствие в настоящем моменте и разнообразие опыта. И вот несколько вещей, которые мы можем делать изо дня в день, чтобы жизнь ощущалась наполненной и разнообразной. Чтобы оглядываясь назад, у нас не было ощущения, что она пролетела как один миг. Делать новое. Если вы скажете ребенку, что мультики будут только завтра, для него один день будет тянуться как год. Для ребенка любой час, 10-15 минут, 2 дня, неделя длятся просто, бесконечно. Потому что практически каждый шаг для ребенка это новый опыт. Он постоянно познает новое, когда пьет воду, пинает пакет, прыгает в лужу, смотрит какой-то мультик, разговаривает с мамой. Он постоянно в шоке от того, что происходит. Его восприятие мира очень сосредоточено и сфокусировано в настоящем моменте, потому что он еще не имеет достаточное количество опыта, чтобы пропускать все, что с ним происходит мимо ушей. Для ребенка это просто опасно. Взрослый же человек, когда назначает встречу с другом, например, через месяц, месяц пролетает как 5 минут. И ты не понимаешь, что я вообще ничего не успел. Может, давай перенесем еще столько дел. Потому что время пролетело очень быстро, и ты не успел подготовиться к встрече за месяц. И чем старше мы становимся, тем быстрее летит время. Все, что нас окружает, быт, поступки людей, наши слова, наши действия, наша ежедневная рутина, она настолько для нас знакома, становится за 30, 40, 50 лет, что мы не фокусируем на ней свое внимание. Мы не проживаем новые опыты, чтобы сосредоточиться на том, что происходит. Хороший способ проживать свою жизнь более медленно и наполненно, это менять распорядки дня, менять свою рутину, внедрять обязательно в свою жизнь новые действия. Как бы в какие-то моменты не казалось, что нету на это ресурсов, но, ребят, давайте посмотрим правду в глаза. Жизнь одна и ресурсы один раз уж можно найти. Чтобы время шло медленнее, нужно перестать спешить. Нужно перестать спешить проживать свою жизнь. Звучит максимально логично. Когда я мою посуду, я думаю о том, что мне нужно включить сценарий нового видео. Когда я пишу сценарий нового видео, я думаю о том, что я приготовлю на ужин. Когда я готовлю ужин, я думаю о том, что мне надо встретиться с подругой. Взрослый человек никогда не включен в тот процесс, которым он занимается, то есть он спешит перейти уже к другому делу как можно быстрее, соответственно и жизнь пролетает молниеносно быстро, потому что человек не включен в момент проживания своей жизни здесь и сейчас. Как сосредоточиться на настоящем моменте, как взять курс на себя и понять где ты находишься здесь и сейчас, что ты можешь сделать со своей жизнью здесь и сейчас, чтобы почувствовать ее полноценность. Для этого я создала практикум рестарт. Всех приглашаю поучаствовать, длится он будет две недели. Подробности в описании под этим видео. Для того, чтобы жизнь казалась более длинной и наполненной, нужно в процессе думать о том процессе, в котором вы находитесь и перестать уже спешить дожить свою жизнь. Снизить время, проведенное за экранами. То тут, то там я слышу в основном от эзотериков о том, что время ускорилось, время течет гораздо быстрее на физическом плане, где-то в Тибете у монахов свечки догорают быстрее, чем раньше, представляете? Время ускорилось. Но может быть не стоит заглядывать в чужую келью, а посмотреть правде в глаза, чем мы и занимаемся регулярно на этом канале, посмотреть на таймскрин своего телефона, ноутбука и посмотреть сколько серий, сериала любименького на этой неделе уже посмотрено. Время ускорилось, потому что в нашей жизни появилось такое понятие, как контент. На контент в среднем человек тратит от 4 часов в день. Вот, вот это в принципе 4 часа пролетают как 4 минуты. Сделать йогу получасовую кажется бесконечно долго, кажется ты полдня уже в асанах в этих стоишь, но стоит открыть релсы весь вечер коту под смарку. Как это работает? Наверное не в свечах, не в Тибете, не в монахах и не в эзотерике дело, а дело в том, что мы тупо сидим нон-стопом в телефонах. Каждый раз, когда я в своих видео говорю о том, как важно сократить количество времени, проведенных за экранами, хотя бы один человек напишет мне, Наташа, кто же будет смотреть ваши видео, если мы все перестанем сидеть в телефонах. Во-первых, все не перестанут. Перестанут некоторые люди, и я никогда не говорю, что совсем не надо ни смотреть ни кино, ни релсы, ничего, но не по 6 часов в день. Давайте посмотрим правде в глаза. И даже не каждый день нам нужно потреблять контент. Я выпускаю два видео в неделю в сумме максимум на полчаса. Ни на 6, ни на 7 часов контента я делаю. И уж поверьте, если люди перестанут столько времени залипать в гаджетах, улучшится их жизнь, ваша жизнь и моя жизнь в том числе. Путешествия и исследования. Когда мы путешествуем, мы как бы снова немножечко становимся ребенком. Мы окунаемся в новые культуры, места, страны, которые нам не знакомы, и наше внимание четче фокусируется на том, что происходит. Мы как дети снова начинаем исследовать этот мир. Мои 4 месяца на Бали длились как целый год. У меня жизнь поделилась на до и после. Мне кажется, это было не 4 месяца, это была целая эпоха. Своё день рождения я провела в Лондоне. Я была там неделю. Но это настолько новый, необычный, насыщенный город для меня, что у меня четкое ощущение, что мы были с мужем там больше месяца. Но если у вас нет денег на Бали и Лондон, нет времени и возможности туда полететь, то посмотрите правде в глаза. Насколько вы хорошо знаете родной город и родную страну? Когда вы последний раз ездили в ближайший парк, к ближайшему озеру или реке, какие достопримечательности и исторические объекты есть поблизости? Я ни за что не поверю, что нет никаких и нигде, и живете вы посреди леса. Даже посреди леса можно найти что-то интересное, что вам совершенно незнакомо. Изведайте новую местность, изучайте маршруты. Человеку свойственно путешествовать. Исследовательская нотка есть в каждом из нас. И именно она делает нашу жизнь очень разнообразной, наполненной и заставляет нас изведывать новое и учиться. Увлечение и хобби. Есть четкая такая установка, что на кружки, на всякие занятия ходят либо подростки, школьники, дети, либо молодые люди. На гитаре учиться играть или бачату танцевать. А если тебе уже далеко за, у каждого своя эта цифра, то ну все, быт для тебя. Ну куда ты старая пойдешь танцевать? Какой тебе французский язык? Да что ты придумываешь? Сиди, зарастай своим бытом. Самое интересное, что чем старше мы становимся, тем более нам необходимы новые опыты, чтобы продолжать учиться и изведывать этот мир как ребенок. Идите даже заниматься чем-то новым не просто ради того, чтобы этому научиться, а просто чтобы снова ваши нейрончики, ваш мозг снова зашевелился и начал воспринимать этот мир более внимательно. Тогда картина мира будет более насыщенная и вам не будет казаться, что ваша жизнь проходит мимо вас. Вот просто по щелчку. Занимайтесь новым обязательно. Социальное взаимодействие. Время, проведенное с друзьями и семьей, всегда ощущается значимым. Всегда ощущается более полноценным. Соответственно, проводить время с другими людьми очень важно. Но с возрастом круг нашего общения сокращается. И новые знакомства люди в основном заводят по студенческий возраст. А дальше, когда идут на работу, заводят семью, то количество контактов резко сокращается. И новые знакомства становится более сложно заводить. Но несмотря на сложность этого процесса, я настоятельно рекомендую продолжать быть открытым человеком и знакомиться с новыми людьми. Пригласить кого-то на кофе вас ни к чему не обязывает. Вы даже не обязаны встречаться с этим человеком второй раз. Но может быть, ваше взаимодействие сложится, и вы потом сходите на концерт, или поедете вместе в путешествие, или займетесь чем-то вместе. Например, пойдете вместе на танцы. Окажется, что вы давно хотели тоже. И этот человек тоже. И прикиньте, вот все совпало, и начали общаться, и начали чем-то новым заниматься. К чему я это все так позитивно вам по полочкам раскладываю? К тому, что общение с людьми одна из важнейших частей нашей жизни. Поэтому не пренебрегайте новыми контактами. Осознанность. Все практики осознанности, медитации, нахождение в настоящем моменте, помогают сосредоточиться на здесь и сейчас, и замедлить наше существование. Быть более счастливыми, быть более довольными тем, кто мы есть, где мы есть, и что мы делаем. Нужно периодически, довольно часто из своих фантазий и мыслей о чем-то отвлеченном возвращаться здесь и сейчас. И сейчас я вам покажу одну практику, которая мне помогает снова поставить свои мысли на место. Периодически вслух говорите себе, какой год, какой день, кто вы, сколько вам лет, где вы находитесь и что вы делаете. Вы сейчас можете сделать эту практику вместе со мной, написав в комментариях что-то вроде, вот на моем примере. Сегодня 30 января 2024 года. Меня зовут Наталия. Я нахожусь в Финляндии, в городе Ванта. Мне 32 года. Я записываю это видео. Можете это проговорить себе несколько раз. Ну, не то, что я сказала, а свою ситуацию. Проговорите, напишите в комментариях. Вернитесь с небес на землю. Ощутите себя где-то территориально, физически и на временной линии, где вы находитесь. Вернитесь во время, в котором находитесь, из бесконечных мыслей о прошлом и будущем. Ведь сколько бы мы не мечтали и не фантазировали, жизнь это именно то, что происходит с нами здесь и сейчас. И никто ничего более значимого и мудрого вам не скажет. Не забывайте заглядывать в описание под этим видео, чтобы знакомиться с рестартом. И спасибо, что провели это время со мной. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok